Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программа «Итоги недели» подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Ирина Левчук, и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать, и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда в начале выпуска, коротко о главных темах сегодняшней программы. Торжественный митинг – церемония открытия мемориальной доски на месте захоронения воинов Красной Армии, павших в 1939 году. И открытие мемориальной доски в честь Героя Советского Союза Ивана Алексеевича Ермолаева. Брещина масштабно отметила День народного единства. День народного единства. Его истоки, причины и перспективы. В Бресте прошел третий региональный форум «Берестейский диалог». Мнение, впечатление, выводы. В Минске по инициативе Федерации профсоюзов прошла международная конференция. Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека. Об этом и не только прямо сейчас. 17 сентября в Беларуси первый раз отметили государственный праздник – День народного единства. Он объединил всех тех, кто любит свою страну и старается делать все возможное, чтобы она процветала и крепла. В жизни нередко встречаются такие ситуации, когда только благодаря общему духовному порыву вершились большие и важные дела. Победа в Великой Отечественной войне – один из самых ярких примеров, олицетворяющих то, как единство поднимает людей с колен и движет ими на пути к цели. К цели сегодня заставляют активнее идти и обстоятельства. Напряженная геополитическая обстановка становится еще одним поводом, чтобы подумать и понять, чего мы хотим, какой курс избираем и что действительно важно для страны и народа. Большие мероприятия в преддверии и в дату празднования Дня народного единства прошли по всей стране. В областном центре Брещена для горожан была подготовлена достаточно разнообразная программа, предварили которую возложение цветов у монументов воинов. Торжественный митинг положил начало мероприятиям, приуроченным ко Дню народного единства. В одном большом человеческом потоке люди разных профессий, конфессий, возраста. Сегодня они пришли к монументу, чтобы вспомнить о всех тех, кто был причастен к созданию новой страницы истории Беларуси, ее новом обличии. День народного единства это очень важный и значимый праздник для каждого беларуса. Он, конечно, еще новый для нас и мы наполняем его какими-то памятными, знаковыми событиями. Нам еще предстоит оценить значение этого праздника. Профсоюзы принимают активную роль в жизни и трудовых коллективов, и в целом в обществе, потому что основная задача профсоюзов это забота о наших трудящихся. Поэтому мы, наш девиз был, мы вместе, мы объединяем. И этот праздник созвучен с тем движением профсоюзным, которое мы осуществляем. И это самое главное, потому что все вместе, как я повторюсь, мы сможем преодолеть любые трудности. Торжественный митинг начался с церемонии открытия мемориальной доски на месте захоронения воинов Красной Армии, павших в 1939 году и сражавшихся за восстановление единства беларусского народа. Венки и корзины легли у монументов знак памяти о событиях тех непростых лет. Ледской поток не прекращался достаточно долго. С приветственным словом к присутствующему обратился председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук. В нашей истории есть знаковые даты, когда необходимо определиться по какую-то сторону – добра или зла. Это день победы. Это день независимости. Теперь в этом ряду и день народного единства. Сегодня в 21 веке у нас свое государство. Своя исторически принадлежащая нам земля. Мы храним свой язык и культуру. Мы помним свою богатейшую историю. Пусть день народного единства вдохновляет нас на добрые дела, свершения на благо родной Беларуси и города Бреста. Новый для белорусского календаря праздник станет символом того, что белорусы хотят быть едиными. И неважно, сколько километров разделяет их друг от друга, суверенное государство должно оставаться объединяющей силой, сближающей единомышленников и всех тех, кто видит свое будущее здесь. Завершил церемонию запуск голубей, как символ мира и единства. На самом деле такой праздник должен быть. И те события, которые произошли в 1939 году, когда наш народ действительно объединился и стал жить на своей территории все вместе, показывают, что сегодня мы должны это дело помнить. Именно здесь практически в нашем регионе проходили основные события, исторические события, поэтому мы считаем это и восстановлением исторической правды, мы считаем этот праздник мощным фактором, объединяющим нас, белорусов, во имя нашего процветания и светлого будущего. Традиционно в период проведения больших государственных праздников особое внимание уделяется вопросам увековечивания памяти о брещанах, внесших весомый вклад в развитие города. Так, одним из важных событий на каноне стало открытие в старой части Брестского Арбата мемориальной доски в честь Героя Советского Союза Ивана Алексеевича Ермолаева. Коллеги всегда называли его простой герой. Фронтовик, боевой офицер редко рассказывал о своих военных подвигах, которых было немало. Он, как и тысячи других его товарищей по оружию, знал, что значит война. На международном портале Героя Войны отмечены его особые заслуги в Бухарейско-Аратской, Яско-Кишиневской и Донбасской наступательных операциях. Участник Великой Отечественной войны был активен до последних дней жизни, встречался в школах и вузах с учениками и студентами. Теперь имя достойного человека увековечено, а о судьбе личности с большой буквы будут знать не только горожане, но и туристы, путешествующие по улице Советской. Иван Алексеевич Ермолаев прошел трудный жизненный путь, но этот путь был достойный. Путь человека-труженика, человека-военного, человека, свершившего подвиг и потом в мирное время посвятившего себя воспитанию молодого поколения. Он щедро делился своим жизненным опытом и воспитывал молодое поколение в патриотическом духе. Мемориальная доска была открыта на доме, где долгое время жил Иван Ермолаев. Сюда снова и снова приходят близкие и родные Ивана Алексеевича, для которых всю свою жизнь он был опорой и поддержкой. Дед очень любил семью, очень любил, всегда сплачивал, всегда все вместе были вокруг, до конца своих дней, говорю, семья была вокруг. По поводу его боевых действий, это можно судить только по его наградам. А наград у него был целый кейт. У него было все. Прошел войну он достойно. Что, говорят, участвовал в воспитании молодежи, это тоже правда. Я его сам не раз приглашал к себе в школы, чтобы он выступал в передучающей миссии. Акция «Мы едины» предварила череду мероприятий, посвященных празднованию Дня Единения. Необычный флешмоб, придуманный организаторами проекта, сотрудниками Ленинской администрации города, получился очень ярким и своеобразным. Все говорило о единстве. «Мы едины»! Финальным аккордом дня для областного центра стал яркий и запоминающийся концерт с участием творческих коллективов города. Несмотря на хмурую погоду и осенний дождь, на лицах пришедших были улыбки. Семь при Падковской в этой я черваю В итоге святой водой крыничной, что силы надоет. Ближе быть немодчим будет моя родина. Какими бы ни были внешние обстоятельства, у нашего народа должно быть то, что нас объединяет. «Вместе противостоять каким-то трудностям, объединиться ради этого». Ценности в семье, которые воспитываются испокон веков, конечно, они передаются и продолжаются поколениями. Каждый за мир, справедливость. Приятно, когда собирается семья, когда собираются. Так, наверное, и в государстве хочется, чтобы мы были все вместе, чтобы мы были дружными, чтобы мы радовались. Единство – это все вместе. Единство каждый понимает по-своему, и каждый по-своему прав. Язык, традиции, культура, семья и общечеловеческие ценности – это то, на чем строится наша жизнь. Это то, что может и должно объединять. Мероприятия ко Дню народного единства проходили во всех уголках нашей страны. В Брестской области центральной площадкой проведения торжеств стал город Береза. Именно оттуда сегодня рано утром стартовал автопробег. Колония машин из региона подключились и активисты города над Бугом. С каким настроением выехали в поездку ее участники и что движет ими – все подробности прямо сейчас. Общие цели, общие мысли и общие намерения объединили в рамках автопробега всех тех, кто видит будущее Беларуси в мире и согласии. Таким образом, автомобилисты решили обозначить праздник – День народного единства. Несмотря на довольно прохладную погоду, желающих проехать по маршруту оказалось немало. Это очень здорово, когда страна едина, когда вместе все. И праздник придуман, наверное, не зря. Поэтому считаю, что нужно принять участие в этом. Это стремление единого народа, живущих здесь, на территории, представляющего наше государство, наших граждан, вне зависимости от национальности. То есть это движение в едином направлении, это экономический уровень страны, то есть это сама отдача на благо страны, на благо своих детей, на благо нашего государства, укрепление наших, так сказать, позиций в мире и в целом. Присутствует такая аура, то есть как бы, ну, чего-то значимого для человека, понимаете, то есть как бы люди чувствуют свою значимость в этой жизни. В сопровождении сотрудников ГАИ колонна автомобилей проехала чуть больше 100 километров – от райцентра города Березы до Бреста. По пути к масштабной акции подключались и другие участники. В общей сложности до пункта назначения добралось порядка 150 автомобилей. Место встречи – мемориал Брестской крепости-герой, символ общей памяти и скорби. Сегодня цитадель также является собой духовное единство. Защищая рубежи Родины, здесь больше 70 лет назад погибли представители совершенно разных национальностей. И память о каждом – это что-то важное и сокровенное. То, что сегодня участники автопробега передают молодому поколению – своим детям и внукам. Это действительно показывает нашу сплоченность, наше единое устремление, чтобы наша Беларусь, наша страна была единая и развивалась. Брестская крепость, конечно, это особое место, это особое место для всех брещан, для всех жителей Брестской области и, конечно, для жителей города Березы. Поэтому именно Брестская крепость является точкой нашего автопробега, и это очень правильно, потому что это наша история, это наша память. И это возможность отдать долг и вспомнить всех, благодаря кому сегодня и состоялся этот автопробег, благодаря кому мы живем и развиваемся. Цветы от участников автопробега легли у подножия монумента мужества, а минута молчания у вечного огня продолжила действие, дополнив его особым смыслом. Вы смотрите программу «Итоги недели» на БОК-ТВ. Мы продолжаем. Третий раз высоких гостей собирает главная диалоговая площадка города Бреста – региональный форум «Берестейский диалог». Он нужен. Нужен для того, чтобы обсуждать и оперативно решать важные, насущные и острые вопросы. Третья встреча состоялась в знаковый день – День народного единства. Приглашенные в качестве экспертов ученые-историки и аналитики высказали на встрече свое видение значимости для Беларуси этого дня, а также его истоки, причины и перспективы. Для участия в диалоге были приглашены руководства города, представители предприятий, общественных организаций, а также преподаватели университетов. О том, как проходила встреча – далее. Дата Дня народного единства, 17 сентября, выбрана не случайно. Она является символом восстановления исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году. Приглашенные на диалог в качестве экспертов ученые-историки и аналитики сошлись в одном. Воссоединение Западной и Восточной Беларуси – поистине важный исторический момент, который должен быть не просто вписан в историю Беларуси, а также справедливым будет его ежегодное празднование на государственном уровне. День народного единства – это общенациональный праздник белорусов, которые обрели свою территорию, своих братьев, родственников и свои семьи, как Западной, так и Восточной Беларуси. Это праздник, который объединяет нас всех в единую нацию. И я считаю, что это действительно очень хороший день, очень хороший праздник, который в дальнейшем будет помогать созданию нашей и укреплению нашей государственности. Его стоки, к сожалению, восходят со времен Первой мировой войны. Это был кровопролитный конфликт. После ее окончания Польша обрела свою независимость. И в ходе Польско-Советской войны так получилось, что линия фронта разделила Беларусь пополам. Был заключен Рижский мирный договор, где, кстати, отсутствовала белорусская делегация, по которому Западная Беларусь отошла в состав Польши. У каждой страны должно быть право самоидентичности, и никто извне не должен его нарушать. В период разрозненности белорусы, как нация, в большинстве своем его не имели. Даже разговаривая на родном белорусском языке, люди подвергались давлению, подчеркнул аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Когда пришла Красная Армия 17 сентября, это как раз было освободительное движение, это был праздник освобождения. И надо понимать, почему это освобождение, почему было освободительное, национально-освободительное движение. Важно понимать, что экономически белорусы были задавлены, культурно были задавлены, и были задавлены и в плане выражения самоидентичности. Это как раз был день освобождения от гнета, потому что советский БССР уже было совершенно другой формацией жило. Создавались институты, исторические вузы, научные центры, промышленность поднималась. На этой территории фактически экономически не наблюдалось развитие. Поэтому в действительности для белорусов сейчас 17 сентября это не только праздник, мы должны воспринимать его не праздник против кого-то, ни в коем случае. Мы должны понимать, что у каждой страны, если брать европейские страны, есть дни единства. 17 сентября – день исторической честности, потому что справедливость где-то может подразумевать под собой акт мщения, а честность говорит о том, что факт голый, чистый, всегда остается фактом. А по факту именно в этот день две части народа объединились. Поделилась своим мнением один из приглашенных экспертов, проректор Академии управления при президенте Республики Беларусь Валентина Швайко. Коллеги мои говорили об историческом контексте и о значении, это очень важно. Честно сказать о том, что в 21-м году этот народ разъединили, честно сказать о том, что в 39-м году этот народ объединился, и честно сказать о том, что в 46-м от этого народа все-таки часть его забрали. То есть об этом нужно говорить. Я долгие годы преподавала историю славянских народов. И вот правильно подчеркнули, что эти народы переживали периоды разъединения, разрозненности. И впоследствии, пройдя рубеж объединения, пришли к созданию единого народа, осознанию национального единения. И это очень важно. Среди приглашенных гостей третьего регионального форума была делегация представителей немецкой партии Deutsche Mite из Кёльна. Гости не первый раз в Беларуси. Ранее они уже путешествовали по нашей стране, неоднократно были и в городе Бресте. Картинка правды. И он, когда приедет в Германию, расскажет правду. Правда в том, что очень гостеприимный народ, очень приятные люди, очень комфортно, здесь атмосфера комфортная. И то, что порой показывает телевидение в их стране, оно не соответствует тому, что они переживают, когда приезжают сюда. Об этом и об этом празднике, об этом состоянии, в своем комфорте будут рассказывать. Так или иначе, вне зависимости от того, сколько споров возникает на тему этого праздника, освобождение от гнетов, соединение людей и обретение единого дома – это основная ценность, которую стоит помнить и чтить. 13 и 14 сентября Республиканский дворец культуры профсоюзов принимал на своей базе международную конференцию под названием «Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека». На протяжении двух дней ведущие общественные деятели, авторитетные отечественные и зарубежные специалисты, эксперты в области международного права, представители подразделений и структур Организации Объединенных Наций обсуждали способы противодействия экономическим санкциям Европейского Союза и США в отношении белорусских предприятий. Впечатлениями о масштабном форуме и своим компетентным мнением поделились участники конференции с корреспондентами. Подробности в сюжете Людмила Логодич. 400 экспертов и общественных деятелей из 15 стран на протяжении двух дней активно принимали участие в обсуждении глобальных экономических вызовов в отношении социально-трудовых прав человека. Центральная тема Международного форума – экономические санкции, которые вводят против Беларуси, США и страны Европейского Союза. Противодействие ограничительным мерам и минимизация их негативных последствий. Инициатором этой конференции выступила Федерация профсоюзов Беларуси. Ее поддержали социальные партнеры, это правительство, соответствующее министерство и ведомство и, конечно же, наниматели. Все мы едины в том, что санкции, которые применили против наших предприятий и определенных секторов нашей экономики, они незаконны, неправомерны, они приняты в нарушение норм международного права, и все об этом однозначно говорили. Конференция включала в себя пленарное заседание, а также работу секций по экономическим вопросам, молодежной, демографической политике и социальной защите. Стоит отметить активное участие и однозначную позицию зарубежных гостей. Я думаю, что Беларусь – прекрасная страна. Мало таких стран мира, где 4 миллиона членов профсоюзов. В Венгрии всего 300 тысяч, хотя население примерно такое же. Мы приехали потому, чтобы выразить нашу солидарность с борьбой белорусского народа. Мы выступаем против санкций. Работу по противодействию экономическим санкциям в отношении белорусских предприятий ведет Белорусская Федерация Профсоюзов. Так, еще в декабре 2020 года от ее имени были направлены документы в различные международные организации. А под открытым письмом в адрес Совета Европейского Союза свои подписи о несогласии с санкциями поставили более 1 миллиона 130 тысяч человек. Но экономические вызовы в социальной и трудовой сфере, к сожалению, связаны не только с санкционной политикой. Сюда можно отнести цифровизацию, глобализацию и, безусловно, ситуацию с коронавирусными ограничениями, которая в большей или меньшей степени повлияла на экономику и рынок труда многих стран. Для всех стран ковидные ограничения можно считать определенным вызовом, прежде всего потому, что словосочетание ковид, оно как-то сопрягается со словом неопределенность. Насколько это? Когда это закончится? Никто не знает. Несомненно, это повлияло на межпроизводственные, межгосударственные цепочки, когда идет сбор комплектующих и задействованы разные государства. Но самое главное – это, конечно, люди. Это нарушение определенных коммуникаций, это определенное нарушение социальных связей, это определенное нарушение партнерских связей. И очень важно то, что нужна всегда своевременная поддержка малому и среднему бизнесу. Вместе с тем ситуацию на рынке труда Беларуси сегодня эксперты называют стабильной. По итогам 2020 года, текущий год, рынок стабильный, уровень безработицы менее 4%. В январе 2020 года были приняты изменения в трудовой кодекс. Мы приняли новые гибкие формы занятости, дистанционный труд, который позволил нам действительно очень спокойно пережить 2020 год, как то, что касается рынка труда. Сегодня программа социально-экономического развития 2021-2025 год определила главную цель. Это достойный труд, справедливая зарплата, здоровые условия труда и, конечно же, социальная защита человека труда. Об этом мы будем говорить сегодня на конференции. Если люди будут терять работу, они не смогут реализовать и другие свои права. На достойный уровень жизни, медицину, образование, социальную защиту и прочее. Участники форума однозначно подтвердили, что сегодня необходимо на международном уровне добиваться исключения практики применения односторонних ограничительных мер. А по итогам форума была принята резолюция и итоговый документ заключения, где была дана подробная оценка экономических санкций против Беларуси с точки зрения норм юридического права. Они будут направлены в международные организации. Говорим о важном и актуальном. Открывая календарь необычных праздников, всегда подмечаешь в нем какие-то особенные события и мероприятия, которые обращают внимание на что-то важное, нужное, интересное. Так традиционно в сентябре здесь можно обнаружить весьма любопытное, но при этом важное событие – день обмена идеями. Считается, что создателем этого праздника является Роберт Берч. Энергия мозгового штурма объединяет усилия всей команды. Часто идея, которую разделяет один человек, порождает две или даже три новых концепции в группе, создавая возможности для всех. Так уж повелось в нашем мире, что многие процессы в нем зависят от того, насколько люди коммуницируют друг с другом, насколько открыты. Для Бреста своего рода площадкой консолидации идеи, особенно тех, которые впоследствии могут стать серьезными бизнесами, выступает технопарк. О будних учреждениях и его резидентах сюжет Анастасии Назрин-Плотницкой. Брестский технопарк – масштабное здание, встречающее всех, кто движется по улице Пионерской. Именно здесь, практически возле центральной части города, творится история различных открытий и изобретений. Эти разработки – не просто лабораторное начинание, это потенциальная базиса серьезных бизнесов, которые имеют все перспективы стать конкурентоспособными и востребованными на республиканском и международном рынках. Задача технопарка – помочь резидентам на начальном этапе. Держать их бесконечно долго в тепличных условиях не только не полезно, но и вредно, как для экономики в целом, так и для них самих. В конкуренции формируется что-то новое. Либо появляются идеи, которые много говорят, ну там, ой, это неинтересно, это не заработает, но это должны оценивать не какие-то даже эксперты, причем эксперты высокого уровня, это должны оценивать рынок. То есть потребитель, который знает, что ему подходит, устраивает его это, либо не устраивает. Если потребитель не дает обратную связь, соответственно, мы даже не узнаем, рабочие это идеи, либо не рабочие. И задача технопарка, вот эти вот идеи, либо людей с идеями, им помочь добраться до клиента. Помощь здесь, конечно, разная, но вот именно задача, чтобы идея не осталась на уровне идеи, она превратилась в продукт. Почему место обмена идеями? Все просто. Со временем здесь планируют создать научно-промышленный кластер, где смогут разместиться десятки, а то и сотни новых производств с роботами и современными станками, экологически чистые, не дымящие, не шумящие. Сейчас для этого создаются дополнительные условия, расширяются площади. Строители переделывают старое четырехэтажное здание в восьмиэтажное. Удваивается общая площадь, пропорционально увеличивается количество резидентов. Проект еще не завершен, а потенциальные арендаторы уже зарезервировали под себя несколько будущих этажей. У нас теперь не четыре этажа, а восемь этажей. Они полностью залиты. Вот буквально в начале недели заливали последний элемент, там, о наличии одного из этажей. То есть мы фактически сейчас уже с восьми этажами. К началу года, это где-то январь-февраль следующего, мы сдаем первую и вторую очередь. Это полноценные два этажа, небольшая парковка велая и автомобильная. И если все будет хорошо, то мы войдем и в третью очередь, может, еще один-два этажа добавится. То есть фактически мы в следующем году начинаем поэтапно сдавать этажи новых помещений и запускать туда и существующих резидентов, и новых резидентов, которые находятся в режиме ожидания по расширению. Вот там висят планы по этажам. Вот эти планы, это вот то, что сейчас на четыре этажа полностью уже расписано желающие. То есть у меня сейчас желающих больше, чем мы этажей сдаем в первую очередь. Включаемся и работаем продуктивно, коллективно. Сегодня многие успешные проекты базируются на IT-технологиях. Их носители, в том числе резиденты технопарка, открыты миру, работают не только на Беларусь. Так, например, школа MyIT из формата офлайн уверенными шагами перебазировалась на онлайн-просторы. Теперь здесь учатся будущие программисты со всего мира. Для учебы достаточно иметь лишь хороший компьютер и интернет, остальную часть берут на себя педагоги. Мы как образовательный проект входим в инфраструктуру технопарка, в его экосистему, как часть подготовки специалистов. Для подростков самое важное – это профессиональная ориентация и получение знаний. За время работы в технопарке у нас получился такой уже замкнутый цикл, если можно так сказать. Подростки, которые к нам когда-то пришли в 12-13 лет или старше, уже закончили школу, выбрали то направление, с которым они хотели бы связать свою жизнь. Многие поступили в ВУЗы, в ВУЗах многие ребята уже после первого-второго курса работают. Еще один успешный резидент технопарка – предприятие «Билл Инновация». Все об информационных технологиях в медицине. Электронный документооборот не только упрощает работу медикам, но и дает определенные преимущества пациентам, обслуживаемым в этих учреждениях. К слову, в эти дни проходит апробацию новый проект скрининга пациентов, склонных к раковым опухолям. Придумывать такие проекты в достаточно комфортных условиях получается оперативно и слаженно. Медицинская система медик используется в Республике Беларусь, в медицинских учреждениях различного профиля, то есть в стационарах, поликлиниках, диспансерах. Основное рождение ее происходило и шло из онкологического диспансера. В мире уже существуют различные программы автоматизации этого процесса, поскольку для государства это очень важно, найти опухоль на ранней стадии развития ее. Без внедрения нанотехнологий не выдержать конкуренции – это один из законов современного рынка. Именно поэтому одну из своих главных задач сотрудники технопарка ведет в том, чтобы удержать в регионе перспективные умы, дать шанс им не только заявить о себе, но и сохранить свои изобретения. Но прежде чем замахиваться на нечто грандиозное, вначале надо довести до совершенства то, что есть, и к этому прикладываются все усилия. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Букунович, Юрий Лемонтович, телекомпания «Бук-ТВ». Герой нашего следующего материала – высокопрофессиональный педагог, профессор политологии, председатель правления белорусской секции Международного общества прав человека Иван Иванович Котлер. В этом году он отметил свое 80-летие, собравшее много гостей, в числе которых белорусские ученые, коллеги, друзья, ученики, последователи. И каждый из них отмечал прежде всего его человеческие качества – умение понять людей, готовность прийти на помощь. Замечательный педагог он, кладезь знаний, написал более 200 научных учебно-методических работ по проблемам политологии и прав человека. Признан республиканским и международным научным сообществом. И сегодня Иван Иванович Котлер продолжает трудиться. Пишет, читает, а его библиотека удивляет собранием книг, которые нечасто можно увидеть. Его мысли достойны цитирования «Объемный архив научных работ и изучения». Человек, который оставил свой весомый след в науке – Иван Иванович Котлер. Благодаря ему Брещина имеет талантливого ученого, педагога с большой буквы, активного общественного деятеля. Выдающийся учитель, талантливый ученый, мудрый наставник и коллега, основоположник преподавания такой дисциплины, как права человека в вузах Беларуси, человек-легенда. Именно так называют Ивана Ивановича, те, кому довелось работать с ним на протяжении многих десятков лет. Иван Иванович, ну, прежде всего, человек во всех отношениях ответственный. Во всех отношениях ответственный. Ответственный по своей работе. Основная часть его работы уже интеллектуальной прошла в Брестском педагогическом университете. Ответственный в общественной деятельности. Он возглавил одну интереснейшую, является создателем, возглавил одну интереснейшей общественной организацией Белорусское общество защиты прав человека. Значит, эта общественная организация изначально не противопоставила себя под его руководством, не противостояла ни нашему обществу, ни нашей политической системе. Она заняла позицию содействовать развитие прав человека, развитие политической системы нашего общества. Это уникальный человек. На протяжении своей жизни он столько вложил в свою душу, в эту проблематику. Я не побоюсь сказать, что нет у нас в республике равного ему человека, который так глубоко понимает вот эту проблему. Не в УЧР будет сказано столичным специалистом, потому что я знаю, что и первый учебник написал Иванович, этот учебник написан доступным языком для студентов, для простых граждан, для обывателей. То есть он в этой проблеме жил и живет. То есть это уникальный человек. Действительно, профессор Котлер уникален. Знают его многие. И не только в Беларуси. Он посвятил свою научную деятельность изучению области прав человека. 32 года работал в Брестском государственном университете имени Пушкина. Первый научный труд вышел, когда ему было 52. Сегодня Иван Котлер – автор более 200 научных работ. За плечами профессора многочисленные достижения, признания, награды, любовь и уважение учеников и последователей. Труд является всей жизнью, в принципе, Ивана Ивановича. Его, если характеризовать, то тут, конечно, нас не хватит на это времени. Но хотелось бы подчеркнуть основную его черту – это его трудолюбие. В любое время, в любой день он всегда найдет время для того, чтобы встретиться, обсудить основные вопросы. Он живет жизнью не своей. Он живет жизнью организации, живет жизнью своих трудов, своей научной деятельностью. В этом он, в принципе, весь. Сам по себе Иван Иванович скромен. Не привык особо говорить о своих заслугах, но собеседникам всегда рад. И разговор с ним всегда впечатляет. Настолько глубокие мысли он высказывает. Делом простого паренька из Могилевской глубинки стала политология. Более четверти века он посвятил работе в белорусской секции Международного общества прав человека. Есть целый ряд областей, в которых Иван Котлер был первооткрывателем. К примеру, именно он создал и успешно организовал учебно-методический семинар по правам человека. Уникальное мероприятие проходит более четверти века. И только в Бресте. Моя деятельность, я думаю, это часть общей истории Беларуси. Это часть общей истории Беларуси. Что вы думаете, 25 лет носитель знаний. Давайте это место поставим. Носитель знаний о правах человека. Как сказал один американский философ того времени, вот и начало столетия, говорит, мы не знаем прав человека, мы не имеем права человека, потому что мы их не знаем. Как бы что ни говорили, подавляющее бредсурдие не знает права человека. Давайте параллельно выясним концепцию, что права человека – это явление культуры и цивилизации. Социальное, да? Ну, как явление. Можно в какой-то степени социальное. Как явление мировой культуры. Вот тут-то многие не понимают, а многие не хотят понимать. Потому что если рассматривать права человека как явление политики, то можно участвовать в политической борьбе. Что и делается. Что и делается. Если исходить с концепцией права человека как явления культуры, это уже не совсем другой подход. Я выяснил эту концепцию. Все свои знания, которые наработал Иван Иванович Котлер, начиная с комсомольской деятельности в разных регионах страны, потом преподавательской в университете Пушкина, он саккумулировал в научных трудах. Вся основная научная и другая литература в области прав человека и политологии, подготовленная и издана автором в течение последующих 25 с лишним лет. Пособие права человека, первое в Беларуси, учебное пособие права человека с грифом, Министерство образования Беларуси, монография права человека и высшая школа, научно-популярное пособие книги «Взгляд изнутри», общественно-политический процесс в Беларуси. 96-й год – это первая в Беларуси изданная книга прав человека. Иван Иванович Котлер. Да, первая, первая. Я поднял к этому внимание, первая. И не было до этого никакой литературы прав человека. И в этом сила и величие этой книги. И действия. А что сподвигло? Вот ваши все наработки, все ваши знания? Моя инициатива, только моя инициатива. Я живу этой идеей. Мне надо много говорить. Я живу этой идеей уже 25 лет. Вот все, я весь ответ. Все эти годы я постоянно обогрелся литературу, перевозил в библиотеку. В библиотеку я приезжал. Так что достаточно большая библиотека и сейчас. А раньше еще больше нам было. А куда дадили книги? Ну, в данный момент я могу сказать, что часть книги я передал городской библиотеке. Где-то до 77 лет. Потом другую часть я передал Новородскому районную библиотеку из Шерцовского библиотеку в среднюю школу. Я со шерстом. Шерстый Новородскому району. Я это дал. Ну, кое-что и потеря, но все же. Я в столе переезжал, в Пинц переезжал, на Брест. Это все сложное. Но мне основное удалось удержать. Основное удалось удержать. Поэтому я очень доволен на высшей степени, что сохраню библиотеку. В личной библиотеке Ивана Ивановича Котлера сотни книг. Уникальных, разножанровых. Каждая прочитана-зачитана. С пометками, с закладками. Политика немало. Самое главное, что уникальные люди. Вот смотрите. В Забытии был 30 лет. Хрущев сейчас начинает в памяти восстанавливать. Руководитель с 53 по 61. Пожалуйста. А Хрущеве, да? Пожалуйста. Тот самый, который говорил, что неважно, какая цвета кошка. Главное, что она мыши ловила. Вот это я хочу сказать. Политические мыши, политики. Ну и это, что мне не было представления, что только политики и правах человека. Пожалуйста. Меня и другой мир совсем интересовал. И я собирал пример. Вот скажем. Вот такой ораторский мастер. Я с 88-го года сохраняю. И я пришел написать вот эту книгу. Я эту книгу пролистал, чтобы восстановить память. И вот иного не дано. У вас бестселлер прям перестроечный. Да, перестроечный. Или вот сейчас у вас влияние на сознание. Фейки всякие. Анализ еще был. Манипуляторы сознания. 80-го года. Манипуляторы сознания. Только сейчас другая форма манипуляции. Но она была вечная. Я увлекаюсь миром культурным. Это как бы третья составляющая моей жизни. Политика, права человека. Политология, имеется в виду. Я же профессор политологии. И миром культуры. Вот смотрите. У меня было очень много книг по искусству. И сегодня Иван Иванович продолжает трудиться. Он пишет новую книгу. Перерабатывает старое. У него много идей, задумок. Я хочу издать к концу года по решению вот этого круга стола. Книга профессора Путлова. Она должна выйти в декабре этого года. В начале следующего. Уже она частично готова. Это наработки, да? Обо мне. Главный редактор Савласевича Леонова будет. Это была личность очень хорошая. Я хочу под названием «Мой мир мыслей». Книгу выпустить. И вот какие у меня мысли были за эти 50 лет. Обобщение такое. Да, да, да. Обычно обобщают там всякие факты, события и так далее. Я хочу мысли. Я хочу поднять мысль. Мысль надо поднимать в жизни. Мысль. И у Ивана Ивановича все получится. Потому что человек, у которого жизненная кредо «Будь самим собой», всегда достигает задуманного. Нариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич. Специально для программы «Итоги недели». Это были «Итоги недели», у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ. Жизнь всегда проще, когда понимаешь, как и что происходит. Ну, а мне остается только добавить. Это было ваше телевидение БУК-ТВ. Подведем итоги ровно через неделю. До встречи и, как всегда, желаю, чтобы новости в ваших домах были только добрыми.